чё всем привет это второй рейс севастополь все-таки в заказчик уговорил меня это сами репорт и будника матриста вот едем советская снова за травой не знаю почему именно вот как канал открыл и на трава по первым это хорошо принципе и вот мы спускаемся смотрите какой туман интересный да ехал 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 было солнечно а тут туман вообще красиво прикиньте здесь именно такой заморозок был конкретно видимо или это что-то горит где-то туман такой интересный ехал 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 было все открыто все раз варю внизу прям так туманно все а здесь нет ничего не интересно ну ладно едем к советской грузим снова 14 палетов озеленение ведем севастополь но будем мучиться я не выспался как обычно потому что перенервничал голова болела вчера приехал с носа кровь пошла бывает такое иногда перенервничал то что ты что загнул то что вот это разгружали долго я то думал я приеду в 9 утра рано так выехал думал ну где-то 12 освобожусь два-три буду дома в итоге я только в семь-восемь домой приехал лег но покушал лег спать я ли как уснул только мучиться кстати прям над нами вот не будет не будет видно такие мини ну то что туман облакала человек прикольно смотрится я вот над нами плохо видно конечно на камеру возможно чего бы очень грязно как приеду на место помоем вот а вот впереди должно быть видом по идее должно быть ну да ладно блины обидно чуть-чуть так долго разгружали очень обидно честно скажу и согласился только за то что я сейчас еду грузиться и сегодня же разгружаться даже с этим же тракториста ну да ладно я сегодня рассчитываю что я так понимаю это все до ночи продлится иначе никак сейчас вот 10 часа мне надо быть на поле как они мне сказали ну плюс-минус до 11 это все продлится я выезжаю с вас топать севастополь я не знаю сколько километров у меня будет дорога это больше 200 километров в одну сторону но не такой дороге прямой а вы сами знаете какие дороги в крыму только считаю три крутые горки подснули севастополь они очень много времени занимает это я промолчу еще по дороге сколько будет горочек и спусков у нас пуск подобрить еще более-менее здесь короткий спуск а подъем все равно команд без турбины он не может тянуть сильно вот пока до следующего включения и снова проезжаем белую скалу покажу в этом видео тоже вам может что не видел предыдущее видео кстати вот командик стоит руженый ракушкой вот белая скала светлодная я наверху был обязательно еще раз съезжу и вам сниму туристы а это эти которые вылетают на этих шарах и ночи и весна куда иду молодого пасана и может быть разве ты стану мне за горами будет все спи я смерть и ярко красными огнями кожи ты плохой день брат неплохая жизнь жизнь одна и даст и не богат и имея и всегда ты меня дорогой буду скоро снова дома встречают Впереди прям стена, тумана. Интересно так. Красиво очень. Мы уже в Нижнегорске подъезжаем. Ну, это еще не прям в Нижнегорске, а еще к нему километров 10, наверное, может. Чего приехали, блин, по дороге по этой убитой развалился немного эта тема. Сейчас буду делать ее. А вот почему она откручивается здесь, словно. Блин, выезжали из дома, там минус 1, нулевая температура. Сейчас здесь ехал, это еще нормально, там еще хуже было. Прям зима-зимой, прям снежок лежит везде. Мороз так нормально дал здесь, в Нижнегорске. У нас такого нету, у нас все нормально там еще. Еще травка зеленая, еще цветы растут. А здесь прям нормально так. Я еще еду из щелей, прям такой ледяной прям. Воздух дует. Да уж, если здесь зима-даст, и тут тоже трава. Не смогут косить траву, наверное. Она если пожелтеет, так у нас еще год. Рецепт уже загрузили. Осталось КамАЗ загрузить. Солярку, блин, полный бак заправил. И чуть-чуть, походу, через горловину зуплевую. Капец, блин, так обида. По 38 рублей. Не знаю, сколько, ну на 10 тысяч заправился. У меня в баке было. И сколько этот, литров тоже не могу сказать, потому что с утра в 5-6 утра был мороз, и у него табло замерзло. Ну, вернее, цифры были видно денег, а литрочные было видно. Сейчас мы увязываемся. Этот я уже увязал. На команде я не увязываю, потому что там эти деревяшки стоят. А здесь я не знаю, вот этот увязывать между средним. Я самый последний увязал, потому что когда МАЗ за мной ехал, он мне позвонил, сказал, что у меня шатается задний очень сильно. Так, все, натягиваем. Смотрим, идем туда. Нормально он закрепился или нет. А вообще надо сделать... А, он тут... Так, вот видите, он чуть плохо закрепился. Не будет мешаться. Так, еще отец уже сам купил, я не успел. Я хотел купить сварочный аппарат. Такой маленький взял, нам, в принципе, больше не надо, чтобы варить всякие мелочи. Так, чтобы вот этот момент заварить. Так. Вот, порвало. Это то, что вчера мы поворачивали. Вот, согнуло. Все это место согнуло. Это надо будет, скорее всего... Это нам надо будет опять в эту, наизнанку выворачивать. И камазом давить вот сюда и выравнивать дышло, чтобы эти места тоже выровнялись. И заново подварить эти все места. Либо эту же железку новую поставить, убрать, потому что у нас вся полопанная. Сейчас едет трактор к нам, будет кидать подон. Пока по-быстрому вяжемся. Вот камазяка на поле. Эх, будни камазисты такие. Одно поле. Вот оттуда сейчас привезет подон последний. И мы выезжаем. Севастополь прямо оттуда сразу. Без ночевок, без ничего. Вот это более-менее адекватно. Пусть я даже ночью приеду. Не надо два дня растягивать. У меня лучше пусть завтра будет день выходной, чем этот рейс на два дня растягивать. Потому что, ну... Вот один день он стоит этого. За один день это все увозить. Все это дело. Ну, никак не два дня. Вот. 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 Еще уже выезжаем. Перед Тавридой остановимся. Проверим груз. Как он состояние. Кстати, какая-то бугарская села. Походу, со мной до Севастополя хочет прокатиться. Белая скала на обратном пути. В прошлом видео мы уже поздно ехали. Так, ну, пониженную. Красивая гора, да? Вот у нас две джиперы заезжали. Ну, туда на рековушке можно заехать. Я туда на девятке заезжал. Очень спокойно. На самый верх, и там реально очень классные кадры можно сделать. Не знаю, конечно, как Сонька сделает эти кадры, ну, если реально бомбовская камера, то вообще четко сделает. Сейчас Симферополь уже проезжаем потихонечку. Скоро его полностью проедем. Груз вроде бы на месте. Все четенько. Повороток смотрю за ним. Ну, подождите, уже вот, так, сколько времени? 12-10 выехали. И у нас уже 2.20. Уже 3 часа мы едем. Или подождите, 2. Я ошибся. Уже 2 часа мы едем. Ну, это довольно-таки быстро, я вам скажу. До Симферополя мы доехали. Так, сейчас 5-ю включим. Оп, все, 5-й. Чуть-то тише стало. И сейчас здесь горочка нормально пойдет. И все, едем в Севастополь. Не знаю, будет там кто-то, не будет избранщиков, которые помогут. Трактори сказали, чуть получше будет, более адекватный, быстрее разгрузить. Ну, будем надеяться на лучшее. Уже по саму Севастополь, уже почти подъехали, он там море. Уже подъехали к объекту. Вот я запарился по городу, а. Конечно, 20 тонн с прицепом по городу вообще не кайф. Может, больше, чем 20, 25, может. Блин, а. Уже побыстрее бы разгрузиться и домой. Все, приехали. На объект. Сейчас будем думать, как заезжать и разворачиваться. Потом еще домой ехать, блин. Пипец. Через этот город с прицепом вообще не в удовольствии. Начали. Уже адекватный тракторист. Быстро все делает. Чтобы вы понимали, я даже не успевал, он уже три подона увез. Потом, что вот он газ дает хотя бы. Военный корабль. Что-то там, правый борт, левый борт. Дымится движок, пухона, масло жрет. Пока разгружают. Я говорю, небо такое красивое. Вообще шикарное. Вот таким образом. Тракторист вообще адекватный. Смотрите, как быстро разгрузит. Только успевая за ним. Единственное время, наверное, занимает то, что вот эта горочка щебня, он получается одними колесами по ним проезжает. Ему неудобно. Так, нам что-то поморгали, посигналили. У нас колесо спустило еще одно. Что-то вот колесо. Там поламины. Что они там сигналили? Понять не могу. А, это фигня. Все, теперь понятно. В чем проблема вся? Ах ты, видишь. Теперь понятно. Все, уже на следующий день спустило колесо. Запускаем КамАЗик. И будем, наверное, пытаться ровнять прицепчик. Попробуем выровнять прицеп. И будем менять колесо. Так что на КамАЗе не просто деньги зарабатывать. Еще и надо работать. Еще вот с этим бы сиденьем решить вопрос. А то у меня спина конкретно уже болит. Ездить на этом сиденье. Что, пытаем запускать? В принципе, морозов нету, ничего. Солярка что-то мне не очень нравится. По качеству. А так нормально. А так нормально. ПОКОПОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК. Сlime- ПОКОПОБИЛЬНЫЙ ЗВОНОК. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...